здравствуйте друзья домой еду 8 часов вечера а начался сегодня день с того что я вел урок по поиску работы там 5 часов у нас разговор с перерывом на обед конечно кто же тоже говорит и я как-то сформулировал сегодня более-менее четко некоторые принципы которые я с вами вот хотел обсудить поделиться хотел наблюдая за очень-очень большим количеством людей которые ищут работу и я хочу сказать что вряд ли вы кого-то знаете в своей жизни кто бы там хотя бы 10 процентов видел так того что мне пришлось видеть в этом в этом смысле так вот то еще дает там до десяток тысяч человек и вот наблюдая за этим за всем я все время пытался сформулировать где же вот эта граница между успехом и не успехом под успехом имею ввиду не то что случайно или там как-то вот она вдруг повезло не не тоже повезло нет нет вот начал делать и получил результат вне зависимости от везения или невезения повезло это если вот на следующий день а не повезло это может быть если заняло там полтора месяца бывает что и больше занимать но если вот сказать себе я делаю нечто у меня какая-то технология и это не зависит от везения или невезения от каких-то внешних факторов но может быть зависит немножко от внешних факторов но все равно как бы вот я контролирую процесс контролирую приход в конечную точку и что это такое должно быть значит вот все упирается как я сейчас это формулирую все упирается в способность человека выполнять некоторую рутину не к некоторую рутинную работу вот таки процесс в нем нет ничего творческого абсолютно то есть я не хочу сказать что нельзя там какое-то творчество обнаружить и применить в конце концов доярка бывает творческая знаете можно доить корову и быть при этом творческим человеком это абсолютно не противоречиво вот то же самое и в поиске работы можно найти массу креативного если человек креативный но как правило так получается что этот креативность выражается в том что то чего надо человек не делает а делает креативно но безрезультатно вот вот такой креативности не надо вот искрометный значит все-таки есть некая рутина которую творческие или нетворческие надо выполнять есть некий статистический процесс вот скажем для того чтобы получить работу вот этому конкретному человеку нужно допустим там 7 интервью кому-то нужно одно кому-то нужно три но вот по моим так наблюдением примерно треть примерно треть наших выпускников получит работу с одного интервью всего лишь да вот вот треть больше половины больше половины найдет может быть даже процентов 60 может быть 70 найдут работу с трех интервью не более 3 ну и там дальше уже начинается так вот допустим кому-то нужно 7 интервью но если у тебя скажем первые три недели не было интервью а дальше у тебя было по одному в неделю значит у тебя ушло 10 недель ну например конечно если у тебя было два в неделю не дай бог 3 там и так далее соответственно больше время 7 интервью это тоже такой случай не не безумно успешный но тем не менее мы говорим о смене профессии мы говорим о чем-то кардинальном жизни ну ну хорошо значит 10 дней дальше откуда возьмутся 7 интервью для того чтобы получить 7 интервью опять статистика то такая мы все люди разные но вот допустим один человек там разослал 100 резюме получил 10 звонков а другой раз остался 100 резюме получил два звонка так бывает тоже пришло тебе 10 звонков одному человеку 8 из 10 позвонивших говорят посылаю твое резюме в такую-то компанию а другой что-то бормочет мямлет ему только один из 10 или два из 10 говорят посылаю твое резюме в такую-то компанию соответственно вот этих дровишек в огонь надо подбросить по-разному одному как бы больше дровишек нужно другому меньше одному более интенсивно от подкидывает другой может так не не спеша подбрасывать и так далее люди разные кто тебе заранее скажет но что существенно значит надо выполнять некоторую рутину то есть надо сколько до резюме в день отправлять по определенным правилам не то что вот ты себе придумал как а вот так как сказали так и надо отправлять значит дальше хотя может тебе не хочется вообще отправлять может быть настроение испортилось можете жена что-то сказала или друзья что-то сказали или ты на форуме какой-нибудь прочитал или там не дай бог новостей там по телевизору нагляделся и вообще ничего жить не хочется эти а ты вот пришел и сделал и сделал и сделал, поэтому я думаю, что вот у нас очень много учится девочек существенно больше, чем мальчиков, но они же и к рутине более приспособлены я считаю, что вот по жизни, так в целом женщина легче выдерживает рутину, потому что ты не можешь уйти в запой, у тебя дети, у тебя там готовка, дом, хозяйство, корова там, я не знаю, у кого есть, ты не можешь уйти в запой у тебя, ну как же на тебе столько всего висит, поэтому тут мужчина может схватить железяку и закинуть например, но это импульс а вот взять железяку там скажем вдвое меньше, но целый день ее на себе таскать, вот это да а это получается уже женское понимаете, мужику нужен импульс а женщина может выполнять рутину то ли то ли женщина может быть от природы так лучше скроены как бы в этом смысле, я не знаю но существенно, что есть, кстати, мужики прекрасно рутину выдерживают и там технологии не нарушают вот как написано в рецепте, так и сделают но есть вещи, которые как бы на поверхности они видны, вот допустим ты взорвал гранату, она взорвалась вот это видно сразу глазом, прям чеку выдернул, швырнул ба-бах когда ты резюме там, чеку выдернул, шаху я туда на джоп-маркет забросил одно резюме, второе, ничего не взрывается ничего не гремит и кажется, что ничего не происходит послал 100 резюме там один человек позвонил, думаешь, что такое что происходит да ничего такого не происходит происходят вещи латентно они там сзади, где-то в бэкграунде ты этого не видишь, но они происходят вот вирус как вирус поражает организм что, вирус зашел в организм и ты сразу что температура поднялась? нет, время какое-то нужно пока разовьется, пока пойдет потом как схватит то же самое ваше резюме как вирус вы его туда раз на рынок не хватило еще вирус, еще вирус, еще вирус пока не позаражали все это хозяйство своим резюме и тогда начинает сказываться я шутливо я все искрометно шучу так вот, есть вещи, которые происходят но не так, чтобы они видны были на поверхности скрытые вещи такие сзади, они там происходят отсроченно происходят я помню, знаете, когда самому приходилось работу искать там 20 лет назад я думаю, что ж такое рассылаешь, рассылаешь, рассылаешь и вот когда тебе надо так, ну грубо говоря мало кто звонит а потом, полгода после этого еще, ты уже работаешь а тебе полгода каждый день по 2-3 звонка думаю, вы что, охренели что ли? и вот там, когда ты ищешь работу то у тебя 2 звонка в день, 2-3 ты думаешь, никто не звонит а когда у тебя уже есть работа и они тебе 2-3 звонка ты думаешь, да что, вы с ума что-ли посходили? это как вот, знаете, в анекдоте что 2 волоса на голове это мало, а 2 волоса в супе это много понимаете, как получается? а те же самые 2 волоса, что интересно те же самые 2-3 звонка поэтому работает так, штука если ты думаешь пришел со своими идеями как оно должно быть вот, чтобы тебя устроило так не получается потому что оно работает так, как работает правильнее понять, как работает и уже под него подстраиваться я иногда просто в шоке бывает, приходит человек и говорит Михаил, мне срочно нужно работу найти ну буквально за пару недель деньги нужны там или что-то такое я смотрю на него, думаю мало того, что это может занять больше так он еще грузит поиск работы вот этой какой-то сверхзадачей а фактически гири гири себе на ноги вешает потому что если он найдет работу не за 2 недели, а за 4, например то это уже катастрофа ему-то нужно за 2 понимаете? в общем к чему я говорю рутина методично методично систематично без эмоций абсолютно без эмоций просто делаешь то, что делаешь то, что надо делать то, что надо делать и делай и делай и делай и без истерик без схлипываний без того, чтобы волосы на голове рвать и так далее вот тот, кто в состоянии это делать вот тот и успешный у меня бывают случаи такие я не могу сказать, что часто но бывают такие студенты вот мы с преподавателями там обсуждаем и мы говорим это безнадежно ничего сделать нельзя вот как нам попал этот человек мы не знаем, но просто ну все, невозможно так не получится ничего но он оказывается вдруг упертым и вы не представляете, какое чудо происходит на этом месте он оказывается упертым и находит работу быстрее очень многих в своей же собственной группе которые такие все ну вообще такие герои там они что хочешь могут и так далее а он такой может там неадекватненький и двух слов сказать не может и вообще не понял, что он собственно изучал а он так методичненько методичненько, методичненько, бах и работает понимаете я такого много-много видел я думаю, как же так чем он взял, ё-моё, чем а он методичностью взял вот будешь по системе, раз, два, три четыре, и оно случается а если ты ждешь, что вот что-то такое раз и упадет на тебя ну потому что тебе нужно ты же хотел, ты же вот запрос послал и ждешь понимаете, не надо ждать вот систематично делаешь, делаешь как-то, говорит, на бог надейся сам не плашай, правильно? вот это самое вот это самое оно и есть вот сам не плашай это значит делай свою часть работы хорошо добросовестно, систематично методично, аккуратно без эмоций вот что надо, то и делай все и тогда все твое весь мир твой это не только касается поиска работы поговорить с людьми которые в самых разных сферах работают и в науке даже в науке понимаете это далеко не все делают гении далеко не все должности и премии получают гении а если, может, не такие гениальные но систематичные методичные и все и вот они так и делающие правильные вещи вот они они приходят к финишу первое такое вот рассуждение счастливо!